Я вас приветствую, друзья! Сегодня, как собственно и всегда, очередная новинка с U-PIN. Это умный дверной звонок Xiaomi Zero Smart Doorbell. В коробке находится сам звонок, внутренний динамик, комплект из четырех пальчиковых батареек, крестовая отвертка, набор мелочевки для крепления звонка и несколько бумажек на китайском языке. Звонок, а именно та часть, которая крепится снаружи, сильно смахивает на IP-камеру. Объектив, инфракрасные датчики, микрофон с динамиком и прочие атрибуты, присущие камерам, тут имеются. От камеры его отличает здоровенная кнопка с нарисованным по центру колокольчиком. Тыльная сторона звонка — это крышка, которая крепится к стене или двери, либо на 3М-скотч, либо шурупами из комплекта. Под крышкой на звонке есть кнопка Reset для сброса привязки и настроек, а также отсек для установки батареек. Их заряда должно хватить на срок до полугода. Чтобы звонок от крышки было оторвать сложнее, сбоку собранная конструкция скрепляется небольшим болтиком. Динамик из комплекта устанавливается внутри помещения и запитывается напрямую в розетку. Вилка у него китайская. С торца имеются три кнопки — изменение громкости, создание пары и смена мелодии звонка. В моем случае оба модуля — звонок и динамик — пришли в комплекте, но их можно приобретать и по отдельности. Судя по видео с официального сайта, можно будет в дальнейшем докупать видеомодуль с дисплеем, но пока в продаже мне его найти не удалось. В принципе, звонок уже готов к использованию. Нажимаем на кнопку, звонок негромко откликается, и из динамика в квартире раздается оглушающая мелодия. Кому-то вполне хватит и этого, но полный функционал звонка раскрывается только после подключения всего гаджета к телефону. Приложение Mi Home, добавляем устройство как обычно. Коротенечко по основным функциям. Первую очередь — это, конечно, отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения на расстоянии до 3 метров и звонке. Получили, открыли, посмотрели, кто там на чай явился. Кроме того, звонок своевременно запишет видео до 15 секунд при срабатывании датчика движения, плюс сделает фото звонящего. Чтобы звонок не реагировал на каждую пролетающую пылинку или загулявшего соседского кота, в настройках можно выставить минимальное время с начала срабатывания датчика, после которого, если движение перед объективом все еще присутствует, начнется запись ролика. Звонок умеет различать человеческие лица и даже определяет примерный возраст и пол. Нужные лица можно сохранить и звонок в уведомлении на телефон сообщит об их приходе. Прочие будут фиксироваться как незнакомцы. В зависимости от подписки записанные файлы будут храниться в облаке 7, 15, либо 30 дней. Кстати о хранилище. Бесплатно с момента активации звонка нам дается годовая подписка на 7-дневное хранение. Для продления подписки необходимо будет ее потом оплачивать через китайские сервисы. Платить вовсе не обязательно. По истечении подписки файлы будут храниться бесплатно одни сутки с момента записи. Историю всех событий можно посмотреть через соответствующий раздел в приложении. Любой файл легко загружается в телефон. Встроенной памяти у этого звонка нет, поэтому все ролики сразу пишутся на китайский сервер. И как следствие в ленте они отображаются с небольшой задержкой. Есть возможность настройки качества записи, включения расширенного динамического диапазона, ночной съемки и еще много чего. Весь интерфейс на правильном английском, поэтому сложностей с настройкой быть не должно. Из особо интересного отмечу возможность изменения голоса на низкий мужской. Или высокий клоунский. Да, именно клоунский, не женский. Есть возможность заранее записать реплики и проиграть их в нужный момент. Пообщаться через звонок с гостем также можно, двусторонняя голосовая связь поддерживается. Есть функция автоматического срабатывания звонка при стуке. При правильных настройках звонок даже роль сирены может выполнять, если его попытаться оторвать от двери. В случае отсутствия доступа в интернет умная составляющая, конечно, работать не будет. Но функция обычного дверного звонка остается. Его части сообщаются друг с другом через RF-модуль, не завязанный на интернет. Дальность действия 50 метров. Звонок можно вписать в ряд сценариев умного дома, хотя Zigbee не поддерживается. Итак, звонок получился крайне интересный. Некоторые функции действительно очень полезны и применимы в наших реалиях. Конечно, присутствуют сомнения насчет безопасности установки звонка в обычных подъездах. Есть риск поломки или кражи звонка хулиганами. В домах с консьержками или офисных зданиях риск меньше. Главное соседей не забыть предупредить. Друзья, пишите в комментариях, как вам новинка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.